Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу начать читать книгу, которая называется «365 мантр на каждый день». Это книга вашего личного счастья и Анла Ван Зант, автор этой книги. Она входит в топ сотни самых влиятельных женщин мира. Автор много миллионов бестселлеров, создательница уникальной методики самоисцеления. Сейчас я хочу немножко прочесть вам о судьбе этой женщины. Судьбу этой женщины иначе как трагической не назовешь. Ее мать умерла, когда ей Ланле было два года. Впоследствии она признавалась, что бабушка и отец ее жестоко избивали. Но страшнее всего было то, что родной дядя неоднократно насиловал маленькую Иоанну. Взрослая жизнь оказалась столь же мрачной. Муж-деспот в итоге бросил ее с тремя детьми. После годы борьбы с раком скончалась маленькая дочь Иоанны. Помощи было ждать неоткуда. Вот-вот и мир рухнет окончательно. И тогда Иоанна нашла спасение в себе самой. Она открыла методику духовного исцеления, которая помогла миллионам людей по всему миру. Сейчас Иоанна Ванзант известна как автор многомиллионных бестселлеров, лауреат множества премий, участница знаменитого шоу Опры Уинфри и входит в список 100 самых влиятельных женщин мира. И всего этого писательница добилась сама и готова помочь другим. Вот передо мной сейчас лежит книга «Уникальное практическое пособие», где знаменитая писательница день за днем при помощи новой формы мышления полностью изменила свою жизнь и предлагает ее изменить нам в лучшую сторону. Все проблемы, тревоги, страхи, неудачи и печали уйдут навсегда. Помните, что вы сами являетесь творцом своего счастья. Эта мудрая книга дает советы по многим вопросам, которые встают перед самым обычным человеком. Как освободиться от эмоциональных переживаний, как победить тревогу, как избавиться от деструктивных мыслей и воспоминаний, как понять самого себя, как научиться получать от жизни удовольствие, как преодолеть возникающие трудности, как перестать страдать и начать жить по-настоящему. Предлагаю вам вместе со мной познакомиться с этой книгой и сделать нашу жизнь намного лучше. В книге «365 мантр» начинаются они с 1 января. Сегодня у нас 11 апреля. Я так думаю, не будет ничего страшного, если мы начнем читать с 11 апреля каждый день по одной главе и делать нашу жизнь лучше. Итак, я начинаю читать вам мантры на каждый день книга вашего личного счастья. 11 апреля. Я готов признать, что мне следует пересмотреть некоторые свои взгляды и избавиться от ненужных представлений о себе. Наверное, нет необходимости говорить, что все мы очень разные. Есть среди нас и такие, кто уже избавился от зависимости «я недостаточно хорош», но многие еще только находятся на пути к выздоровлению от этой хвори. «Будучи зависимыми, мы считаем, что думаем недостаточно хорошо, чувствуем недостаточно хорошо, пьем недостаточно хорошо, едим недостаточно хорошо и ежедневно будоражим себя новой дозой недостаточности. Иногда мы тратим очень много времени и энергии, преследуя вещи и людей, которые недостаточно хороши для нас. Часто, пытаясь заполучить своих недостаточно хороших людей, мы даже разделяем с ними свое спальное ложе. И все только для того, чтобы понять, что они не стоят того времени и той энергии, которые мы тратим в своих попытках заполучить их. Если вы страдаете завистью недостаточно хорош, то считаете, что не можете делать правильные вещи, так как недостаточно хороши. Однако вы будете успешно бичевать себя за то, что недостаточно хороши, чтобы выполнять необходимое. Беря на себя сверхобязательство, человек с завистью недостаточно хорош чувствует себя подавленным, что неизбежно усиливает ощущение неполноценности, бесполезности, непригодности и безнадежности. Стоит ли говорить, что все это по новой и с новой силой запускает весь цикл зависимости? Истина в данном случае заключается в том, что пока вы верите в свою недостаточную хорошесть, вы так никогда и не почувствуете себя достаточно хорошим. И пока вы недостаточно хороши, у вас так и не получится взять на себя ответственность за правду в том, кто вы есть на самом деле. До сегодняшнего дня вашу жизнь могла сковывать странная зависимость, прочно державшая вас в своих руках. Она заставляла вас считать себя недостаточно хорошим для того, чтобы взять на себя полную ответственность за самого себя и свою жизнь. Сегодня, вне зависимости от того, с кем вам придется столкнуться, чему противостоять и что выполнять, найдите в себе смелость принять для себя, что вы достаточно хороши, чтобы справиться со всем этим. Итак, сегодня я стараюсь научиться воспринимать себя как достаточно хорошего для того, чтобы быть именно тем, кто я есть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я буду каждый день читать вам по одной главе из этой замечательной книги, которая называется «365 мантр на каждый день». Книга вашего личного счастья, которую написала И. Анла Фанзант. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok